Запись, вот, для тех кто присоединился на ютюбе Вот, ребят, на 2 недели-то я уехал и я сказал, что мы с СК-2 уходим Мы уходим с СК-2, у нас последний Что с ней такое, вы можете мне объяснить Знаете, что с ней такое? Там провод пережат Там провод пережат Вот, короче, уйдем мы с СК-2 Потому что не люблю я таких людей, да что с такой-то Короче, она тут сейчас, подождите Сейчас, сейчас я сделаю всё, ребят Она просто в проводах запуталась Вот, и она, типа, думает, что она, типа, может позволить себе сегодня не работать Сейчас Вот, в общем, короче, уходим мы с этого портала Потому что я не особо люблю людей, которые занимаются хернёй Я люблю профессионалов Потому что сам отношусь ко всему с профессионализмом Ну, как бы стараюсь, да И вообще считаю, что Когда тебе даётся такой проект, его нельзя потерять А его, блядь, потеряли уже нахер Суки Вот У меня как бы были такие сомнения, что откуда у Адольфа деньги-то Я понимаю, может, у него какой-то есть пассив Но так как сам занимаюсь бизнесом Я прекрасно понимаю, что из мюхеровых бизнесмен Никакого пассива там нет Скорее всего, снимают ему квартиру Вот, а жить на что-то надо Поэтому А, он же сказал, что у него квартира есть Она так понимает, что жены квартир Так что Неинтересны такие товарищи Мне, честно Мне как-то Не особо Это самое В общем, неинтересные ребята какие-то попались Просрали весь проект И мне, честно, уже не хочется находиться Адольф там что-то про политоту начал забавлять Какой-то явно такой либераст Вот И мне, честно, такие взгляды не очень Поэтому, в общем, как-то все одно на другое накладывалось Я считаю, что Уже сайт неинтересный Дискредитировал себя И надо с него выходить Может, на фанстримс можно будет вернуться Ну, вот Только так Вот Всем, ребят, еще раз приветствую Те, кто присоединился Привет, Чебурек Грейп Фернуби Хеллоу Вася, привет Думка, привет О, я чуть-чуть аж вспотел Привет, Совет Вектор Привет, привет, ребят Да, вот На СК-2 крутые смайлы Пожалуй, больше ничего там нет Кроме смайлов Смайлы действительно крутые Тут даже не посмотришь Вепрайт, привет Здорово, ребят Всем привет В общем, сегодня, ребят, 3 на 3 турнир Поэтому Поэтому будем смотреть В бамминку Совет Вектор То есть, ПК Это сам поступает Тоже хорошо Зачем 25 видов колбасы Когда есть 2 вида Правильно, действительно Твич и Гудгейм Больше ничего не надо Там просто либералы Ну, видимо, да Политота, успех стрима А больше А я так понимаю Они когда пошел в спад У них Кроме политота Это, естественно И нечем было разбавлять Они просто на этой волне поднялись Ну, как поднялись Ну, типа Как и, собственно, все остальные люди Которые не могут ничего Своего нормального создать Вот Но самое главное, конечно Был пост Когда он сказал Что прайм-тайм Себя идея выжила Это, представляете Компания Ламборгини Перестает выпускать автомобиль И говорит Что идея из себя изжила И выпускает колбасу И левятский квас Ну, то есть, типа Я ничего не говорю Что это плохо Но Сами понимаете Уровень чуть-чуть другой Поэтому Ну, как бы Тут все очевидно, ребят У нас сегодня Три на три турнир Я рад этому турниру Потому что Тут очень много новых команд Мы как раз, так сказать В преддверии Лиги Героев Будем смотреть Смотрим Ниндзя Склад У нас три на три Сейчас будет матч Поэтому Камера сложно Ваня ломать Да-да-да Моя жизнь принадлежит Твичу Вась Хорошая, как бы Тема Я тоже поддерживаю Твичи развивается Молодец Ухоти либерраки Ухоти либерраки Как там жизнь В Белокаменной Да, в Москве Нынче Съездил я в Москву Нынче воздух говно Вода еще хуже Все, как я говорил Еще хуже В десять тысяч раз Вот Ну, дела у меня вроде Тфу-тфу-тфу Так получилось Чуть-чуть подраскидать В целом Все так неплохо Ну, а Что я хочу сказать В нашем районе В Марьино Много зелени выросло То есть то, что успели посадить Очень хорошо Все выросло Действительно район Стал очень зеленым Вот А так, в принципе Все то же самое Единственное Народу, по-моему Еще больше стало Чем было То есть Москва Какая-то дико перенаселена Вот А так Я на самом деле Даже не успел погулять Я хотел сходить на этот На эпицентр Но даже не попал на эпицентр Потому что каждый день работал Ребят, там надо было работать Просто непомерно И я вот без выходных Две недели И даже в последний день Хотел там остаться Просто, чтобы погулять И что-то так Все забил И убежал в Бежицк И мне так еще подфартило Я тут с человеком С одним Встретился В Москве А он как раз ехал в Бежицк И я прям Блин, так на него попал Вовремя И блин Вот через Блаблакар Кто знает приложение Это такое Блаблакар Вот Блин, человек Он как раз Он меня ждал Короче, еще где-то час И блин Я так обрадовался Я прям пулей Сюда В общем, ночью приехал Такой радостный приехал Ребят Здесь все зацвело В Бежицке Прям вообще другой город И Воздру Все другое Ну, конечно, Бежицк не сравнится В Москве С Москвой говно, конечно Вот Как бы Поэтому перенаселенный муравейник Поэтому белокаменный Так не успел Сейчас даже рассказать нечего Ребят Вот Одна работа Поэтому Ну, единственное Я, короче, в ТЦ Москва Ездил там за этими За стройматериалами Какие-то обленились Эти приезжие Как эти гастарбайтеры Вообще ничего делать не хотят Обленились просто Я еще в шоке Говорю, блин, бипец Вот Так что Так что Нет Даже ничего не могу рассказать Ребят Извините Даже погулять не успел Нормально Самый быстрый квас у нас Вася говорит А какой у вас квас? Подожди Мне вот вятский квас нравится Вода в Москве Реки топ Родниковая практически Ну, практически, да Практически там В 27 степени В отрицательной Беженские достопримечательности Лучше, чем в Москве Да нет Тут просто чисто Природа и все Тут даже нет Достопримечательностей Беженский Бирспортивный центр Коха 2 Ну, вот это ты прав Совет Вектор Вот это Это истина А вот и Киргидзе подъехали Не исключено Ну что, ребят Поехали Первая игра Запускаем Ох, ребята Как же я, по-моему, соскучился Честное слово Искренне соскучился И, в общем Соскучился искренне Напоминаю, что Заканчивается весна Я весне Отдал очень много стримов Вот За что, конечно Вы меня наградили Щедро донатом За что я вам очень сильно благодарен Но это не значит Что это повод останавливаться На достигнутом Поэтому, ребята Объявляю Лето Сезон стримов Но не только по Коху Будем стримить Разные другие игры Тенденция, как видите Уже такая Тенденция правильная Тенденция навязывается И будем с вами стримить Разные другие игры Я надеюсь, что вам все понравится Вот Да пройдем, естественно Старичка Командос Там еще что-нибудь постримим Туда-сюда Пятый, десятый В общем Будьте в курсе Не забывайте забегать на канал Я вам буду рад Вот Ну а сегодня праздник Сегодня радуйтесь Возрадуйтесь Мои дорогие зрители Ибо сегодня Грандиозный матч Матчи грандиозные Ибо сегодня турнир 3 на 3 Как давно мы не видели Профессиональных матчей 3 на 3 Я, конечно Сейчас Очень сейчас Итак Рад вам представить команды Ниндзя Скват И Финляндия Против команды Тим Маус Не успел я, к сожалению Подготовиться тщательно Посмотреть откуда Какие команды И с какой страны Будем, так сказать Создавать контент на ходу Честно, ребята Отдыхал И С новыми силами Комментировать Даже с этим Голосовые связки уже устали Вроде только недавно Стримля Я уже чуть-чуть устал Вот видите Как только Перестаешь Голосовые связки Разрабатывать Они начинают Выставать Так что Не забрасывать Конечно Стрим Забросил стрим Уже все Форму стримера Потерял Так хорошо Смело Прекрасный Булемет Викерс В хорошей позиции Я бы его На самом деле В зеленку поставил Он в целом В зеленке Хорошо отстоит Ну и у британца Проблема с левого фланга Его скорее всего Прожнут Центр занимает Также команда Ниндзя-скват И Остается только Правую часть карты Схватить Снайпер-вермахт Работает в американской армии Все прекрасно Сейчас будет Будет чем поддержать Тут же фланговая атака По центру Прорывает с двух сторон Правый фланг Команда из Финляндии Ну и Тимаус Играет нас За союзника Как вы все прекрасно Понимаете Это Америка Советский Союз И Абританцы Три союзника Три боевых товарища Выгодно брать Естественно Разные фракции Выгодить Для того чтобы Убить полный пол юнитов На карте Ну и Команда из Финляндии Ребята Ниндзя-скват Тайм Играет за вермахт Это капитан Команда Напоминаю Айрфилд Играет за ОКВ И также за обер команда Вест играет YG Now Я всех Рад Видеть Просто Ребята Счастлив Я по вам Скучал Спасибо тем Кто писали мне Вконтакте Мои преданные фанаты Я Я скучал Я смотрел Турнир 2 на 2 И Не поверите Лежал в квартире И комментировал Сам себе Представляете Сам себе Комментировал Сам Турнир 2 на 2 Смотрел Смотрел Конечно Обливаясь Кровавыми слезами Потому что Очень хотелось Для вас Поработать В этот момент Но вот К сожалению Не получилось Справа У нас Давайте уже Отходить Киберспортом Слева Британец Сильно прожат Не дает Звезду То есть Просто контролирует Карту В принципе Хорошая позиция Да Единственное Только лимит Оба побольше Для того Чтоб прорывать Оборону Режет Режет Свою Команду Противники Команду Миндзи Склад По всей территории Не дает ресурсов Прессингует Но он держится С правой стороны Несмотря На такой Прессинг Хорошая Фраг Медицина Это очень Важный Юнит Был в этой игре И так Его группу Было потерять Ну что ж такое Так Медицину Нельзя было терять Для того Чтобы Не терять Позиции На плацдарной Справа Обратите внимание Пошли уже Немцы захватывать Репторию Захватывать топливо Два топлива У пинов Пины молодцы Прессингуют Американскую армию Ну и конечно Хочется добавить Минометов Штучки две еще Не хватает Дэмэджа Против стационарных МГ По моему Не понимает Немножечко Команда Димаус Этот момент Но Ой ребят Прям запахло Этим самым Лигой героев Я прям уже Знаете Прям аж Слезы Слезы Наворачиваются В глаза Дас Аутен Минен Все Сейчас Лучше оружие Прожимает Немецкая Армия Прожимает Союзные войска С правой Части карты И похоже Свои позиции Теряют Команда Тимаус Вынужден Отступить Справа Слева Попытка Британской армии Выти На ресурсы Со всех сторон Со всех сторон Смотрите Заманивают Заманивают На Минен Ахтунг 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 Панцершреки Брэнд Перевозчик Еще один Ооо Нифига себе Смотрите Вайджинав Сделал Два Кубаваген Свай Кубаваген Это здорово Ну и надо отступать Ой как здесь опасно Опасно Если зафокусить Сейчас отряд Можно было и забрать Для последнего Держится Игрок Айрфилм Старается Сдержать Противника Для того Чтобы занять Позиции Для того Чтобы занять Лучший Плантарм Лучшие Выгодные Позиции Для своих Стрелков Стационарных Орудий Ну и Пупкин Непонятно Зачем Ну видимо Для красоты Тут можно было На самом деле И шреки дать С левую Звезду Никак не Отдает Капитан Валькирия Игрок Команды Тимаус Снайпер 10 фрагов Мы решили Решил почему-то Снайпером Захватывать Территорию У нас Тайм Капитан Команды Слева Все хорошо Так Стрим идет Ребята Сегодня Я вас попрошу Обязательно Потом вас Спрошу Написать Как лагает Стрим не лагает Потому что Я тут посидел Пошаманил Потратил Два вечера И по-моему По-моему Сегодня результат Должен быть Налицо 439-493 Счет пока В пользу Команды Ниндзя Скват Вся карта В руках Немецкой армии Союзные войска Союзные войска Выглядят слабо Откровенно Слабо И более того Задумки на игру Практически Никакой нет Т2 продакшн У Советского Союза Т2 продакшн Есть У Британской армии Ну и Наконец-то Никакого продакшна Вообще нет У американской армии Такой ситуации Бойца да Понимает Панзер Камфаген Лукс Что надо перенаправить Огонь орудия По еще одному Солдату Попробует запланговать Попробует запланговать И Нет Все-таки Решает сохранить Свой Панзер Камфаген Лукс Игрок Вайджинау Он молодец Все правильно сделал Как минимум Один отряд Купил Прогнал Врага С позиции Ну и по-моему Это очень хорошо Ну очень хорошо Это как такая Абстракция фразов Это охрененно Ребята Потому что Вся карта Вся практически И карта Будет в руках Немецкий пояс 2-2-2 Будем получить Подствольную Противотанковую Гранату Чпок Но ее недостаточно Для того Чтобы бить этот юнит Вовремя МГ 42 Захватывает позиции Ну и все Была попытка Прорвать правый фланг Командой Тимаус Но Минтис В виде Полны решимости Сражаться в обороне До последнего Флаг Ганамак Перекрывает Коридор Ну и все Сейчас нужно Пододвигать Противотанковое орудие Да вот готов Уже здесь Барбарис И надо конечно Много Много Противотанковых Орудий Для того Чтобы ваншотом Забирать Юниты Врага По Луксу Надо как минимум 4 выстрела А если повезет 5-6 Лукс Отремонтирован И Вуфрамен Вуфраменов Естественно Надо Штучки Верия В принципе Так поможет У нас только 1 1-6 Фунтовик Больше ничего Нету Слева Справа Тем временем Пытается Пытается Выйти Союзная пехота Не пускает МГ-42 Говорит Нет-нет-нет Бронебойная Бронебойная Лента Ахту Давай Шнель Назад Лук Смотрите Туда-сюда Туда-сюда Ездит И все И никуда-то Не пройдет У Викерса Серьезная проблема Потому что Если сейчас Викерс Не выйдет Скорее всего Будет потерян Два снайпера Естественно От капитана Тайм Командой Ниндзи Склад Ну и вот Собственно Все Помогает Слева Прорвать Британскую армию Потому что Справа Все уже Закрыто МГ-42 Серьезная проблема Это Хорошо Плангует Отряд пехоты Прекрасно Еще один Пехоты И этот МГ-42 Надо забирать Вот это Серьезная ошибка Тайм на два планга Боюет И не хватает Ему микроконтроля Не хватает Естественно Будет потерян МГ-42 Надо забирать Срочно Срочно Так Два-два-два Хорошо Кокс Смотрите Прикрывает Свой МГ Но нет Все равно Надо забрать Хорошо Снайперы Гренадеры ЛМГ Налево Ну и Раз Два Три Хорошо Залил Прекрасно Практически Минус Здесь Противотанковый Да Вуфрамен По-моему Идеально Заходит Давайте Посмотрим Кто играет У нас За Вуфрамен Это Майджинал Вуфрамен 7 фрагов Прекрасный Результат Конечно Идеальный Результат Это когда 10 В целом Конечно Прекрасно Ну что ж Теряется МГ-42 Надо В такой Ситуации Как минимум 2-3 МГ А получится Я думаю Мне кажется Прорвать Правый План Союзной Армии Тем временем Снайперы Ищут Цели Кстати Несмотря На что Несмотря Ни на что Капитан Валькирия Игрок Команды Тим Маус Сохраняет Свой Лимит В принципе Достаточно Неплохо Пару Отрядов Всего Потерял Это Между прочим Достаточно Такая Как Объяснить Это Значит Такой Хороший Микроконтроль Снайперы Выманивают Выманивают Противника Иди Иди сюда Кися Кися Ой Снайпер Проблемы Не успевает Ай Как Капитан Команды Не разыгрался Видимо Потерял Одного Снайпера На ровном месте Флаг Ганомат Ну и Что-то Плохо Укрепляется Немцы Ребят Я Думаю Что они Как-то Повеселее Будут Выглядеть Хорошее Пробитие По пангам Капитану Да Что-то Немцы Не могут Нормальную Оборону Накопать Весьма Странно Для Такого Доминирования Если честно Но Видимо Что-то В другое Да В технологии Пошли Айрфилд Ставит Т3 В Т3 Также Пошел Тайм Вызывает Панзер Говорит Мы не будем Делать оборону Мы сразу Пойдем в танки И будем Давить Противника Технику Интересный Интересный Выбор У Айджина У ребят 800 Личного Состава Парень Явно На что-то Рассчитывает Давайте Посмотрим Что у него Т1 Т2 Т3 Я так понимаю Он рассчитывает На Тигр Королевский Тигр Пошла Союзная Пехота Хорошие Мины Союзная Пехота Пошла На правый Планк Вот это Зря Конечно Было Сделано Если честно Фрамон Никого Не убил Нет 4 фрага Сделал Молодец Справа Не надо было Идти Пехотой То есть Вы захватили Ресурсы Встаньте Ждите Пока на вас Кто-нибудь Помадет И отбивает Здесь Хорошо Панкер 4 2-2-2 Заливочка А у кого Заливочка Заливочка У нас С штукой Капитан Команды Тайм Прижимает Пехоту Можно Пехоту Долбить Из всех Орудий 2-2-2 Работает Прекрасно 2-2-2 Прекрасная Позиция Для пулемета Максим Посмотрите Какой рейндж У него Просто Дикий рейндж Тем временем Мелукс Слева Хорошо С двумя Кубевагонами Так-так-так-так Ага Находит 6-ти пунктовик Так И надо идти Надо идти На 6-ти пунктовик Хорошо Здесь Предплангует 6-ти пунктовичок У нас Фазер Капагин Лукс И похоже Это фраг Молодец Молодец Все Надо разбирать Отлично Слева Прорвали Справа Ой Флаг Гономак теряется Не успел Заработать себе Никакого ветеранства Просто так Катался врагу Справа Его фланга Бывает Джинал С моим Флаг Гономаком Ну Ничего Бывает Да Всякое Бывает А Аерфилт Тем временем Вызывает С Библи Лейк Коп Хей Ла Ла Зелать Мне кажется Штучки 2 А то И 3 Хорошее Пробитие Прекрасно Лукс Так Перераправил Вот это Уже Контроль Ай Здесь Спативотанковая Граната Ай Ай Надо Ехать 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 Ахтунг, Ахтунг, да здесь базука, базука и минус, минус Пантер Каппаген Лукс. Ну это уже наглость, это уже начинает кто-то играть. Ой, хорошая мина, прекрасная мина. Останавливает Пантер Гренадёров с ЛМГ. Ой, извините, Гренадёров с ЛМГ. Тут же вылет, хороший, десантники вышли у нас. Британские десантники высадились на поле боя и, похоже, минус трипл килл, прекрасно. Кстати, я извиняюсь, про Капитана Валькирия он потерял всё-таки фунтовичок. То есть два фунтовичка было потеряно, это значит, что микроконтролька у него на самом деле хреновая. Справа снайпер, вместе с миномётом, никакого прикрытия нету, есть Панзер. Видимо, этого достаточно. Лейки, лейки надо отвозить назад. Понятно, что танки противника будут лезть на рожон. Ну и пошёл у нас заливка в Украманном. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Ну, вот, собственно, видите, никуда я не попал этот лейк. Глупый-глупый наводчик. Сейчас, наверное, очень сильно расстроился. Сильно по лимитам проражат. Ребята, из команды Ниндзи Скват. Вы знаете, всё-таки Капитан Валькирия, по-моему, шикарно играет. Обратите внимание, что парень-то держится. Устраивает, ой, устраивает настоящую подхоналию. И забирает-таки топливо. Да, Ниндзи Скват, по-моему, забыли, как надо играть 3 на 3. А может быть, попался серьёзный соперник в виде команды Тим Маусс. Да, интересно. 298 на 414. Команда Ниндзи Скват пока впереди. А они молодцы. Ребята хорошие. Будут веселые. 16 минут игры. И мы видим Транк Кронвиль. 2-2-2 работает как в ходе. Это здорово, прекрасно, замечательно. Ставится Т1 Продакшн слева. Наконец-то Плацдарм себе создаёт. Слева команда Ниндзи Скват. Давно пора. На самом деле, можно ещё вот в это здание сесть до кучи. В это здание и сюда пулемёт. Скилорд. Зачем-то вызван на карту. Видимо, для того, чтобы просто надевать всё ветеранство на пехоте. Ну и панзер. Ну и панзер. Ну и молодец. Ещё одного снайпера вызывает. Команда Ниндзи Скват Тайм. Давайте посмотрим, сколько фраков на снайпере. Ну, это свежий снайпер, а это 13 фраков. Очень маленький показатель. Видно, что с прибыльным снайпером проблема. 2-2-2 теряется от танка Кронвиля. Кронвиль входит в игру. Прекрасно. Ну и надо копить. Надо такая лимит-то копить. Всё. Теперь мы просто, ну, естественно, мы это союзники, копим лимит и сражаемся с противником. Не теряем войска. Собственно, такой вот, мне кажется, такая команда должна быть на следующие минут 10-15. В противном случае уигрыша обеспечить. Кто у нас? Гегеря. Хорошая позиция. Пробитие. Из панца. Хорош. А стюарту? Стюар. Некому тут стюар забрать. Панцер тем временем... Вот, по-моему, это панцер уже стоит здесь минут 5. И никто его не может никак забрать. Прекрасная позиция. Панцер-хузилеры отступили. Сели в здание панцершреки уже с четырьмя ветеранствами. Надо подтягивать свои войска. Надо подтягивать, братан. Ну что ж, Т-3. Да, Т-3. Слева отличное позиционное орудие. А кто поспорит, кто проиграет. Спор, естественно. Ну и только усилить пару кубкинов. Да и один пулемет. И все. И про левый фланг можно вообще забыть в такой игре. Потому что... Потому что вообще ничего нет. Для прорыва левого фланга в союзных войск нету ничего. Граната. Граната готов вступить в бой. Хорошая граната. Вовремя вышел. Вовремя зашел. Да. Прекрасный микроконтроль. Вайджинау. Молодец. А вот здесь мы фрамы зарядил. Так зарядил. Ребят, 23 фрага. Похоже, там человек 12 накрыло. Да. Здесь, смотрите, было потеряно два орудия. Миномет. А, ну вот как раз таки. Вот они где-то 12 фрагов-то здесь и получилось. Да. Два орудия было потеряно. Но... Естественно, потеряно только отряды. Сами орудия остались. Сейчас можно пороться. Ты наглый вольф-гренадеры. Ты чё, братан? И смотрите, что творится. Смотрите, что творится. Заряжается сюда штука. Тайм заряжает штука. То есть вместе ребята играют. Один светит, другой заливают. Раз. Два. Три. Поехал. А это, между прочим, и аркилт уже 105-мм заряжает. Прекрасная заливочка справа. И, по-моему, никаких практически шансов не остается у команды Тимаус на победу. Пробитие по М1 57-мм. И надо ЗИС отменять снайперами. Раз. 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 Хорошо. Пробитие по пехоте. И надо спасать. Ой, надо уходить. Купкины в одиночестве, но ждут, ждут своей цели. Они думают, что кто-нибудь обязательно придет на их позицию. Какой-нибудь фракт получится сделать. С правой стороны союзные войска не прорвали позиции немецких войск. И, по-моему, немцы ликуют. Открывают шнапс. Открывают тушенку. Открывают, в общем, консервированную рыбу. И уже некоторые немецкие солдаты были замечены за празднованием победы. Хотя бой еще продолжается. Естественно, об этом сразу же докладывается советско-союзническим войском. Для того, чтобы союзников деморализировать. Для того, чтобы сказать, ребята, по-моему, мы проиграли, потому что немцы уже ликуют и празднуют победу. Да, по всем фронтам атакуют. Естественно, пропаганда немецкая работает 24 на 7. Практически как город Москва, как мегаполис Москва. Трудно найти некраблазуточный магазин, но они существуют. Тем не менее, союзники сильно продавлены, деморализованы. Постоянно подвергаются налетам советской, немецкой авиации, немецкой артиллерии. И до конца тут буквально еще чуть-чуть расстается. Зря! 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 И еще раз зря. Вот что можно сказать про ТК-7-6. Единственное, которого вызывать, естественно, Катюшу. В этой игре обязательно должна была Катюша, а не какой-то там советский ТК-7-6. Откровенно говоря, слава на руке. Выход МВ-42. Выглядит... Нет, да, был бы все-таки потерян. Стюарт здесь добирает. Получается чуть-чуть прорвать оборону, но плацдар не занят. Плацдар немцам занять не получается, ибо не хватает лимита. Тем временем на центре у нас капитан Валькирия собирает все мины. И, в принципе, все, чем он занимается, это просто ходит и торгует лицом. Вот это серьезно. Флаг Панзер Ост от Айрфилда. Айрфилд вызывает у нас доктрину добычи ресурсов. Вайджина вызывает ягоды Тигр. Ну и Нидзе Склад Тайм Капитан Команды вызывает доктрину непосредственно на его поддержке. Тактика террора во главе с Л-2 бомбовым ударом. Просто тактическая поддержка Спериопой. И Капитан Валькирия с Командой. Хочется верить, что у команды Команды и Маус есть еще какие-то идеи. Вот здесь посмотрите. Ну что творится? Вот она, немецкая штука! Немецкая штука, что творит? И Панзер был потерян, ребята. Панзер просто здесь заехал, чтобы отдаться, чтобы была... Как она? Разлетка! Вот! Пробите. Ой, Милус! Прекрасно накрывает здесь танк. Немецкая артиллерия. И союзные войска пишут увольнительную. Увольнительную, говорят, ибо мы так играть ведь не умеем. Ну что ж, Ниндзя Склад в форме. Финны показывают прекрасную игру. Все-таки Лига Героев дала ребятам опыт. Самое главное, что может быть. И 33 на 414. Такой счет остается. И, по-моему, ребята, это потрясающий турнир. Я просто обливаюсь фотом, естественно. Потому что у нас в Бежицке очень жарко. Поехали, ребята. Ох, ребят, вот это жесть. Слушайте, по-моему, классно, да? Мне понравилось. Прям, я прям... Вах, классно. Наконец-то 3 на 3. Ах... Русские команды есть? Не, нет. По-моему, русских нет. Ну ладно, говорит, я пошел. Сболеть, говорит, не за кого. Дранг Хромвель. Сетка есть? Да, где-то, наверное, есть сетка, барсетка. Мы обязательно, ребят, сегодня найдем. Так, давайте остановим запись. Спасибо, что смотрели. Лайк поставьте, комментарий там. И следующее включайте.